Время для увлеченных. В фойе Ивановского музыкального театра прошел 8-й фестиваль детских и молодежных общественных объединений «Увлечения». В этом году праздник прошел с размахом. Участники съехались со всей страны. Сегодня будут образовательные, диалоговые площадки, в том числе с участием экспертов из Федерального агентства по делам молодежи. Это очень важно для будущего развития и самоопределения наших молодых людей. На фестивале более 150 площадок от любительских театров и студенческих объединений до спортивных федераций и интеллектуальных клубов. Молодых людей словно магнитом притягивает футбольная площадка, посвященная чемпионату мира. Забить гол и поболеть за друзей собралась целая толпа. Немало участников и на площадке киберспорта. Здесь борьба не менее захватывающая. Знакомим людей с киберспортом, общественность. И на базе этих турниров у студентов появляется возможность закрепиться в команде студенческой для участия во Всероссийской студенческой киберспортивной лиге. От такого разнообразия просто глаза разбегаются. Неудивительно, что многие с порога не могут решить, куда отправиться. Потому для тех, кто еще не определился, чем хотел бы увлечься, волонтеры проводили необычный экспресс-тест на выявление способностей и интересов. Открывайте любую понравившуюся вами дверь и читайте про себя. Тут написано, ну, характер там. А вот, например, я когда прочитала, выбрала свою дверь, я узнала много того, что я как бы в себе не видела, а ну так она проявлялась. Для многих фестиваль стал площадкой для знакомства, общения, обмена опытом. Рассказать о своих проектах, хобби и творческих открытиях смогли все желающие. Вообще интересно все. Очень много всего, много интересных площадок и интересных людей. Волонтер порадовал, что есть волонтеры-медики. Они померили мне давление. Но на этом мероприятии я не первый раз, поэтому здесь вот с каждым годом все интереснее и интереснее. В этом году фестиваль побил собственный рекорд как по насыщенности программы, так и по числу участников. Их на увлечениях собралось более двух с половиной тысяч. И каждый смог найти себе хобби по душе. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иванова.